Лиза Кижаева и Василиса Немова играют мелодию Александра Винницкого в цирке. С этой композицией они заняли третье место в конкурсе гитарных струн мотивы. Это второй конкурс, в котором они приняли участие. На своем первом соревновании в Дзержинске они стали дипломантами. С каждым годом уровень их мастерства только растет. Девушки играют дуэтом уже второй год и прекрасно понимают друг друга с полувзгляда. С одной стороны, ответственность делится в дуэте пополам, а с другой стороны, когда ты солист, ты сам за себя отвечаешь. А когда ты играешь дуэтом, ты должен слушать своего напарника, ты должен подхватывать в каких-то ситуациях, не теряться. Ну, везде есть свои нюансы. Юные гитаристы играют старинную, классическую и современную музыку. Егор Дмитриев не выделяет для себя какой-то отдельный вид игры и утверждает, что настоящий мастер должен уметь играть все. С гитарой он не расстается уже 9 лет и главным достижением считает гран-при соревнования в Абхазии. На конкурс он выступал соло и в старшей возрастной группе стал дипломантом. Я очень усердно готовился. Это было не первое моё выступление. В дистанционном формате я сдавал экзамен. В дистанционном формате. Вообще снимать на видео выступление как-то не особо комфортно, потому что там искажается звук. Но вообще на сцене лучше выступать, приятнее. Полина Заслонова играет на гитаре уже 7 лет. В её послужном списке победы и призовые места как во всероссийских, так и в международных конкурсах. Воспитанница музыкальной школы играла на сценах Грузии, Белоруссии, Абхазии и России. Однако выступление в дистанционном формате для неё стало дебютным. Волнений вообще не было, потому что на сцене как-то волнительнее играть, чем просто садишься и тебя снимают. Было не так много кадров. Иногда я очень уставала, и мы записывали два раза, но всё-таки отправили. В жюри конкурса были гитаристы, чьё творчество известно как в России, так и за рубежом. Этим он и привлёк внимание педагогов музыкальной школы. Первый всероссийский конкурс гитарных струн Матевы проходил под эгидой Фонда поддержки и развития детского и юношеского творчества «Музыкальная радуга» в Перми. Анна Пилипец, Евгения Шевцова, Сергей Рябов, Служба новостей, Саров-24.